всем добрый день я приглашаю вас в мое новое видео к нам домой в гости на мою кухню будет влог выходных дней большую часть прошлых выходных мы провели дома всей семьей приезжал сын поэтому я много готовила и с удовольствием поделюсь с вами меню выходного дня завтра в субботу у нас был многокомпонентный но главным меню были сырники я уже много раз делилась с вами своим рецепт сырников поэтому сильно останавливаться на этом вопросе не буду пропорции пропишу под видео ну а если вкратце то к творогу добавляю яйца соль сахар и муку перемешиваю затем на поднос с мукой выкладываю порции теста руками скатываю сначала шарики потом формирую сырник а затем чтобы он был более ровным и красивым вот таким образом между двумя руками прохожусь по сырнику оставив его на ребро делаю его более ровненьким и красивым и одновременно стряхиваю лишнюю муку чтобы она не горела на сковородке обжариваю на среднем огне с двух сторон сильно зажаривать сырники да и вообще что угодно не люблю затем выкладываю сначала на бумажное полотенце а затем уже в сервировочную тарелку в которой буду подавать в дополнение к сырникам у меня была сметана вишневое варенье а также я собираю тарелку с нарезкой это у меня колбасная нарезка сырная нарезка и еще батон подсушила в гриле тыквенный сок пьем с удовольствием его изготовление я показывала вам в недавнем видео которое посвящено заготовкам еды впрок в пол литровых баночках я его закрывала в автоклаве стерилизовала и теперь достаю баночку выливаю в кувшин и тоже подаю к завтраку там к обеду или к ужину когда есть желание его выпить ну и конечно же на завтрак заварила чай сегодня молочный лун это самый любимый чай и в нашей семье и когда мы все дома то я обязательно завариваю имени именно его в чайнике после завтрака я решила уделить время готовки на готовить много блюд сразу одновременно то есть уделить этому пару часов и чтобы у меня была вкусная еда на все выходные во первых делаю вкусный пирог на песочном тесте сейчас я замешиваю песочное тесто к яйцу добавляю сахар растираю немного венчиком затем растопленное сливочное масло также вмешиваю к муке добавляю разрыхлитель и соединяю жидкие и густые ингредиенты замешиваю тесто здесь замешивать ничего вымешивать не нужно песочное тесто этого не любит нужно просто соединить все ингредиенты такой пирог лучше делать в разъемной форме я ее подготовила но застелила пергаментом а бока формы смазала растительным маслом теперь выкладываю тесто песочное и распределяю его по форме делаю ну достаточно высокие бортики это основа пирога она будет выпекаться отдельно без начинки и чтобы она сильно не пузырилась не вздувалась нужно хорошо наколотим все тесто вилкой и дно и бортики и отправляю в духовку разогретую до 180 градусов примерно минут на 20-25 дальше приготовлю заварной крем буду делать на 2 желтка к желткам добавляю сахар муку немного молока из общего отмеренного развожу венчиком массу так чтобы не было комочков затем выливаю все отмеренное молоко и отправляю на газ нагреваться еще в крем добавила немного ванилина при постоянном помешивании я завариваю крем вы видите что уже основа из песочного теста для пирога готова на мне здесь остывает ну а я готовлю крем постепенно он начинает густеть и как только начнут уже бульки появляться то я провариваю после образования булек еще 30-50 секунд ну минуту максимум и все выключаю газ добавляю сливочное масло здесь по желанию сколько хотите можно совсем немножко добавить я добавляю чуть больше чтобы крем был более сливочный и вкусный и все вмешиваю сливочное масло и отправляю его остужаться предварительно накрыв пленкой в контакт чтобы не появилась никакая корочка на креме верхний слой у этого пирога у меня будет желейный с ягодами можно использовать для этого желатин у меня есть вот такое желе я хочу использовать его это вишневое желе там уже и сахар и желатин все добавлено развожу его в соки в вишневом вишневый сок я слила вот с замороженных вишен без косточек это у меня заготовка летняя и теперь собираю торт основа хорошо остыла крем тоже остыл выкладываю крем в основу пирога в песочную основу разравниваю его ровным слоем сверху на крем выкладываю ягоды у меня как я уже сказала вишня без косточки и еще немного ягод есть целеньких честно говоря даже не помню что это за ягоды и затем сверху заливаю ягоды желейной основой если честно у меня желейная основа не получилось не знаю либо я неправильно развела не в правильных пропорциях либо в этом пакетике и что-то не то было насыпано в общем надо было не пользоваться этим пакетиком а использовать обычный желатин по старинке но это не помешало пирогу стать очень вкусным и красивым чуть позже я покажу его вам в разрезе и салат я решила сделать витаминный давно не покупала зеленую речку так называемый дайкон вот увидела в магазине купила и сделала салат из натертой моркови и дайкона натирала на терке для корейской моркови ну такими длинненькими брусочками натерла добавляю соль и растительное чуть-чуть оливкового масла перемешиваю получается вкуснятина невероятная я не добавляла ни чеснок никакие специи ничего и так очень вкусно и полезно я уверена что зимой в таком салате намного больше пользы и витаминов чем например в свежих огурцах либо помидорах которые сейчас продаются в супермаркетах также решила сделать много бутербродов со шпротами у меня была баночка шпрот запасе сделала намазку в нее входит отварное яйцо плавленый сырок чеснок и майонез на багет накладываю на маску затем шпротинку а также в качестве чего-то свежего это либо соленый огурчик малосольный либо свежий помидор выкладываю вот такую вот такой контейнер он позиционируется для тортов но я в него много что складываю в том числе если много делаю бутербродов и чтобы они не распространяли свой ароматный запах по холодильнику тоже использую его ну а теперь давайте достанем пирог из формы вот так он выглядит выкладываю на сервировочное блюдо да как я предполагала желе у меня не получилось но ничего страшного пирог был очень красивый и очень вкусный в качестве мясного блюда я запекла в духовке рулет из целой курицы с грибной начинкой я его делала в заготовку еды впрок посмотрите как его готовлю ссылочку оставлю под видео в описании и вообще если вы не смотрели это видео я думаю хозяюшкам она будет очень интересным и полезным посмотрите рулет очень сочный но вкуснятина невероятная пирог выглядит в разрезе вот так он очень нежный ну вообще обалденный пирог по себестоимости вообще недорогой попробуйте приготовить не пожалеете как в обычный день так его можно сделать и на праздник особенно если у вас хорошо получится верхний слой желе еще муж купил копченую горбушу нож очень захотелось я ее разрезала вдоль по хребту вырезала хребет и нарезала кусочками и в качестве гарнира у меня доваривается сейчас картофель хочу сделать большую порцию картофельного пюре ну а в общем вот такое меню на выходные дни здесь достаточно много блюд нам хватит еды на два дня на все я потратила примерно два часа и теперь все выходные могу заниматься другими делами и не думать что подавать к столу все рецепты как всегда пропишу под видео в описании мы были в воронеже заезжали в леруа мерлен но этому же нужно было по работе там закупить кое-какие материалы строительные ну а я тоже воспользовалась этим моментом и пробежалась там быстренько по тем отделам где мне было интересно меня привлекло внимание огромное количество женщин которые шарились просто там как муравейник по стеллажам с разными семенами ну и конечно же тоже не удержалась думаю все равно покупать а тут огромный выбор они каждый день я бываю в леруа мерлен ну и вот уже кое-что купила несколько пакетиков с салатом я сажаю салат в несколько этапов вот там несколько пару пакетиков всею потом мы его срезаем да и на то же место я сею следующую этой партию салата обычно у меня уходит где-то восемь пакетиков за сезон но еще подкуплю вот так же я вот горох сею в небольшом количестве так едим нас дети любят прямо с грядки молоденький поесть ну и вот прошлом году мне удалось даже собрать я обланшировала и заморозила очень вкусный классный горох вот пока что купила тоже две упаковочки дальше шпинат шпинат в этом году планирую не только на еду в сезон посеять но и хочу еще на заморозку попробовать заморозить тоже купила пока три пакетика микрозелень взяла ни разу его не сеяла хочу прямо сейчас вот на днях посеять посмотрю получится ли мне ее вырастить в домашних условиях без специальных приспособлений ну вот два разных взяла свекла столовая и что это такое вот это вот горчица и горчица так дальше кабачки тоже всегда четыре кустика сажаю ну мы любим кабачки я их заготавливаю в зиму в большом количестве вот огурцы половину огурцов я покупаю в рассаде уже прям таки подрощенные чуть ли не с цветочками а вторую половину сажаю семечками прямо в грунт они чуть позже бывают да вот вырастают созревают ну и как бы такой у меня процесс бесконечных огурцов получается там с июня и до октября можно сказать ну вот выбрала какие-то я в этом ничего не понимаю честно не разбиралась просто чисто интуитивно какие мне понравились картинки такие я выбрала вот еще взяла много укропа вот эти вот кстати очень дешевые в леруа мерлен рассада по три рубля вот такая пачка я в прошлом году ее брала я не хорошо всходит укропа я много всегда сею тоже в несколько этапов то есть два рядочка сею потом срезаю его частично употребляем в пищу ну в сезон а частично в заморозку вот ну вот вот столько много укроп конечно это еще не все семена но начало положено также когда я была в леруа мерлен я зашла в отдел с комнатными цветами ну и как видите купила вот такой замечательный очень красивый вьющий цветок вьющие растения но на выходных ездили по городу по разным делам заехали в том числе фикс прайс я кое-что там купила для пересадки этого цветка в другой горшок взяла там керамзит грунт вот там он в пакете лежит даже не буду доставать потому что пакет какой-то немного надорванный и грунт высыпается а еще так как я купила микрозелень я захотела ее попробовать вырастить в кокосовом брикете ну буду экспериментировать и на валдрис забрали покупки здесь меня очень интересные покупки ну во первых это горшки для цветов это керамические очень красивой формы белого цвета горшки взяла в количестве три штуки здесь два размера ну во первых вот такой побольше на 14 литра но красивые вообще я прямо влюбилась в них они даже на странице валдрис красивые просто на картинке ну а вот так вот в жизни в объеме мне очень понравились и цвет у них такой молочно-белый ночь приятный хорошо прокрашена нигде не поцарапаны ну потому что они упакованы были действительно очень качественно и второй размер горшков это вот такие малышки на на 0 5 литра но мне такие нужны были очень красивые тоже формы еще у меня две милейшие красивейшие покупки с валдрис для ухода за комнатными растениями ну во первых вот такие инструменты для ухода за комнатными растениями но это просто милота невероятная здесь наборе три инструмента вот такая остренькая штыковая лопаточка грабельки и еще одна лопаточка такая пошире очень хорошо качественно все сделано недорого стоит все цены и ссылки на товары из сегодняшнего видео на товара с валдрис как всегда оставлю под видео в описании возможно вам что-то тоже приглянулась и очень нужно и вот такой опрыскиватель для растений очень красивый мне так понравился цвет самого пульверизатора такой красивый глубокий зеленый бутылочный цвет и отлично распыляет воду я хочу при пересадке это растение разделить немного оставить большой пучок и небольшой такой отросточек отделить и посадить в маленький горшочек ну в надежде на то что он вырастет и тоже станет большим растением как я уже сказала вам чуть раньше что это растение я купила в леруа мерлен называется она пепперомия глобелла меня поразила цена вот такое огромное растение стоило 420 рублей и там было целых 9 наименований я не знаю что это за такое чудесное предложение распродажа или какие-то скидки но потому что растение вообще стоит в принципе дорого в леруа мерлен также они стоят вообще не дешево особенно вот такие уже подросшие большие кусты и я честно говоря пожалела что не взяла хотя бы парочку растений потому что цена действительно отличная и растения здоровые красивые и такие очень взрослые чуть позже в этом видео я покажу вам уже их на своих местах сейчас давайте экспериментировать первый раз буду я выращивать микрозелень и первый раз я буду выращивать на кокосовом субстракте вчера посмотрела много видео youtube чтобы понять как вообще работать с этим кокосовым брикетом и как сажать микрозелень в него ну во первых его нужно размочить на инструкции которая идет вместе с брикетом написано сколько нужно воды для того чтобы размочить именно это количество субстракта ну вот я это проделала очень хорошо он раз рыхлился стал просто воздушным таким субстрактом у меня есть вот такие вот контейнеры пластиковые я сделала в них на дне дырочки теперь выкладываю небольшой слой этого субстракта буквально там полтора два сантиметра немного прижимаю его и он уже такой влажненький поэтому дополнительно не поливаю просто сверху насыпаю семена у меня два вида микрозелени напомню вам что это редиска и горчица ну соответственно я их разделю по разным контейнером все просыпала семена теперь поливизатором хорошенько их смочу сверху и на первые двое суток я их накрою пакетом обычным пакетом если бы у меня были крышки от контейнеров то это было вообще отлично я бы прикрыла ими за это время они должны уже наклюнуться и потом я уберу пакет буду периодически смачивать поливизатором и уже поставлю на подоконник и буду выращивать обязательно поделюсь своим результатом ну а сейчас давайте вам покажу куда разместила своих новых жителей ну большой горшок с большим растением я разместила вот на эту полку немного здесь потеснила кое-что убрала из декора мне так нравится я прямо не перестаю улыбаться когда закажу на кухню и вижу эту полку с этим роскошным зеленым пятном и очень красиво конечно зелень смотрится в доме на белом фоне в общем я очень рада ну а второй горшочек маленький с маленьким отросточком я я разместила вот на эту полку с кружками на верхнюю уровень здесь у меня еще один цветочек который недавно посадила тоже мне там дали отросточек я его посадила вот в такой горшок этот горшок у меня был в наличии ну и вот так это сейчас выглядит и еще мне здесь на подоконнике есть сенсиверия тоже хорошо разрослась и в общем мне теперь эта часть кухни очень нравится то есть еще больше нравится комнатные растения невероятно преображают жизненное пространство дают как больше воздуха света цвета в общем я планирую в ближайшее время еще купить растений и разместить их по всему дому ну а сейчас я приглашаю вас в маленькое путешествие за город на прошлой неделе мы были на турбазе она находится совсем недалеко от нашего дома буквально 5 километров это достаточно новое место для отдыха в нашем районе ну и вот мы наконец-то его тоже посетили здесь достаточно много домиков частично домики с наличием прямо внутри парилки заранее предупреждаешь когда ты будешь заезжать и чтобы уже подготовили парилку а также на территории есть бассейн с горячей водой он расположен примерно в центре всей территории так чтобы удобно было под всех домиков к нему приходить вода не знаю какой температуры но примерно 40 градусов ну то есть очень комфортно когда были мы там температура на улице был примерно минус 5-7 градусов и но это невероятное блаженство находиться в открытом теплом бассейне когда вокруг снег морозец сосны он еще вечером подсвечивается но это просто невероятное наслаждение мы арендовали домик с парилкой но если честно она и не очень то и нужна когда есть вот такой теплый бассейн в темное время суток здесь невероятно красиво я бы даже сказала романтично во первых бассейн подсвечивается и вода выглядит очень красивый такой изумрудный и плюс дает еще вон тот фонарь зеленый он тоже подсвечивает и дает вот это такое освещение бассейну также еще световые деревья гирлянды на домиках в общем это выглядит здорово также на территории есть отдельный небольшой домик где разболожен бильярд и еще один небольшой домик где находится детская комната позаврики и еще есть один отдельный домик где расположена столовая завтрак включен стоимость аренды домика ну вот такой у нас чудесно был завтрак очень вкусно все свежее но я с вами прощаюсь надеюсь вы поставите лайк этому видео подпишитесь кто еще не не подписался и поставьте колокольчик чтобы не пропускать мои новые видео всем пока и скоро увидимся